Все, ребята, 90 секунд, и я у вас буду. Давайте посмотрим, что нас ждет сейчас в ближайшее время. Я не знаю, удастся ли до конца досмотреть. Скорее всего, нет данный турнир, не успеем мы до конца досмотреть. Почему? Потому что тут еще порядочно играть надо времени, как бы, пацанам. Ну, вообще, уже даже полуфиналист у нас есть. Это Деволт. Так, Минерал Мания. Буба сейчас будет, кстати, скоро играть. Здесь можно посмотреть, будет даже, я бы сказал. Гариныч, это Not For You. Мэджик по верхней части сетки будет стримить, я как понял. Давайте я по нижней буду тогда, что тут говорить-то. маня. Мэджик по верхней части сетки будет стримить, Tony. Мортронавтра. М segments. Мэджик по верхней части. Мэджик по верхней части сетки будет стримить. Мда. Мэджик по верхней части. Продолжение следует... Так... Так... Так, ну что? Буба против Гаргуля, ауэрплея у нас сейчас играть будет. А уже победителя Дивол ждет. То есть у нас ТВТ, а потом ТВП. Ну что же, значит, надо врываться сейчас, пацаны. Все будет нормас. Помните об этом. Там, кстати, можно пока что и на Твич запилить, да, как бы, в принципе, Стрименский-то. Я так понимаю, да? Твич запилить. Так, ну что же. Так, Мэджик вверх пойдет. Ну все правильно, чтобы разделить нам, как бы, что Стримим мы. Все нормус, поехали. Ребята, Буба против Ауэрплея. Буба набирает форму стремительно вообще. Вот. Мэджик пойдет в верхнюю часть сетки играть. Там Not For You. Йо Май Бро, это, по-моему, террор этот тиран перуанский. Краек и Труто КЗ. Это вообще не русский. А я люблю наших пацанов, поэтому все норм. Сейчас Буба Ауэрплей будет, соответственно, ТВТ. Дальше Деволт в полуфинале у нас. ТВТ, ТВП. ТВП я всегда любил. Посмотрим его, соответственно. Вот. Так, погодите, что-то текст мне не нравится. Находится, да. Так, сместим его сюда. Спасибо всем еще за поддержку поддерживать. Туда Мэджик собирался идти, к Not For You. В скайпе написал изначально, во-первых. Во-вторых, ну, а что мне туда ломиться-то гайба? Здесь тоже пацаны свои бьются. Так, чувач, что вообще за хрень? У всех стрим-норм работает, что-то у меня вообще не хочет запускаться. Я хамуку опять из-за Касперского, что ли, Сосанова? Каким-то там сервером соединения разрушил. Вот сразу стрим пошел. Вонючий Касперский, сука. Надо его убить, блин, а? Вбочит стрим. Что-то тут с сервером соединением не рвет, блин, а? Бесплатный Касперский. Еще и, ну, постоянно спрашивают при старте вначале там, типа, что-то. Что нельзя убрать, как бы, что самое интересное, блин. Меня это бесит малешка, как вы понимаете. Так, ну что, ауэрплей это Гаргуля. Буба... А, вот, это Экс был. Вот у нас ауэрплей Гаргуля. Вот у нас Буба, беленький тиранчик. Все стандартно пока. Так они уже начали почему. Буба, 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 буба. Короче, полуфиналы будут одновременно, ребят, проходить. Пешком сториз в три часа начнется. Мэджик будет верхней часть сетки полуфинал стримить. А я нижний, мы скоординировались. Ну, финал одновременно, понятное дело. Пока движуха в центре идет. Буба там какие-то бункера строит. Другой базе. Отменяй, братюня! Отменяет Бубу. Отменил, по-моему, перед последним выстрелом вообще. Отменил, красавчик. Я тебя не заметил, ресурсы вернулись. Может, не отменил Бубу? Не, должен был отменить на самом деле. Запилил ауэрплей Марика оппонента. Он здесь, который застрелит, точно. Ай, уходи, 6 кп. Собака пришел, застрелил. Меткий стрелок. Надо Марика этого минуснуть. Тут уже вультурка строится, очевидно. Опять бункер Буба запиливают. Здесь тоже строится вультурка. Старфорд здесь нет. Старфорда нет, ничего здесь нет. Приходит Буба. Все здесь гоняет нафиг. ТСМ-ки нету новой. Но Марики вперед постоянно идут. Вультурка вышла. Здесь уже нечего ловить Мариками в итоге. Ну да, демеджил хоть вультуру. И то хорошо. Надо ее ловить. Буба это понимает прекрасно. На муле ловить, чтобы она не уходила вообще никуда. Один выстрел ауэрплей сделал. И правильно сделал, что выстрел так победит вообще. Вот. Ну и здесь Буба, конечно, проиграет бой. Но все демеджено. Вот сейчас еще один вулчер приедет. Возможно, что-то сделает. Хотя нет. Там, посмотрите. Вот там Марик еще откуда-то. Сныкался инвалид больной за спиной. К мощной КСМке. Ну, в общем-то, занял ЦЦ. Хоуэрплей. Буба тоже сейчас займет. Вторая факта пошла. И здесь вторая факта. Стандартно. Армори. И здесь армори. Стандартно. Короче, ребят. Ну, это ГГ глючит. У Майкера Миши там 4000 людей. Там какой-то на стриме. Там этот PUBG какой-то стрим. Я не знаю. Там Мэдисон. Видимо, на группу. Больше не знаю, чем там прикол. Вот сейчас Буба прогорает очень сильно. Почему? Он двух вультурок потерял, не убив ничего оппоненту. Это печаль вообще полная. Сейчас третью может потерять. Надо вычинивать ее быстрее. Буба через Аклик. КСМ их ведет вперед. Так. Вультура вышла. Еще одна. Не, ну много потерь здесь не сделает Буби, конечно, Аклик. Ну, а одну КСМку тоже выбил, например. Ну, а что такое одна КСМка? В принципе, это ничего в первом Старкрафте. Третья факта. А, уже галеки пойдут сейчас. Здесь у нас что-то грейдится. Танчиком сить что ли? Не знаю. Поэтому все и глючит. Отголоски Рокскиз. Какие там отголоски Рокскиз. Просто как-то попадается все на Бубу больше. Но я не хочу Буржуям идти, естественно. Я всегда выберу из наших Буржуев наших. Так, здесь Танчик уже есть. А два Буба лезет, точнее говоря, на Танчика. Непонятно. Так. Все, возвращаю контроль сюда себе. Приходит Ауэрплей. Бараком подвлочил Бубю тут базу на второй. Ну, тут четыре Галика идут вперед, ребята. Четыре Галика этому Танчику сейчас объяснят, что он не прав вообще. И даже двум Танчикам они смогут объяснить нормально. Ну, Ауэрплей грамотно законтролирует, смотрите. Буба идет вперед. Хорош, вообще контроль от Бубы хороший. Убил Танчик раз, убил второй, не убил. Здесь надо отступить. Вот у нас Вультура в тылу есть, смотрите. Разверни Галик, Бубец. Бубец. Ну, он убил двумя другими, да, Вультуру. Это все, Норгляв очень мощный, на самом деле, против техники, ребята. Вот уже шесть Галиков, они все вперед идут. Вот, здесь два танчика есть, как вы видите. Ну, надо ловить их, что тут говорить-то еще. Ауэрплей ошибается вот так вот контроля, потому что сейчас сможет Буба его вообще заминусовать. Ай-яй-яй, поминкам. Блин, танка два краснющих ушло. Молодец, тиранчик Ауэрплей. Буба смог уйти, танками смог расконтролить. Буба вынужден наступить бы. Старпорт бы, Бубик, не помешал бы. И хоть один дропшип здесь. Потому что без дропшипа будет тяжко. А, про Касперского. Да не, мне 30-е, какая 10-е венду ставили. Автоматом туда Касперского бесплатно втихнули. А он очень бесящий. Как бы он там такая хрень при старте вылазит. Типа пропустить или нет. Там что-то там регистрация или что-то там надо. И каждый раз ее нельзя поставить галочку, больше не спрашивать. Просто нельзя, как бы. У меня вот и уже это выбесило изначально. Так, 4 танка галики. Все вперед идет. Сич будет от Ауэрплей. Или так он будет залетать. Но Буба правильно делает, что подальше от второй базы здесь находятся голиаками. То есть ему надо на самом деле не дать себя заблокировать. Если сейчас танки в Сич же сюда зайдут, то ой-ой-ой. Это будет просто печалишка. Буба видит танчики. Не надо выходить вперед. Куда-то на 4 танчика поломился Буба. Идет вперед. Сплита не наблюдаю я. Ай, разваливается Бубешник. Надо было не лезть сюда. Танки, конечно, они ультимативные здесь. Не знаю. Вот здесь прогнал Вольтур. Отступил. Сейчас Медивак первый вылетит. Вот Дропшип, точнее. И можно было бы попытаться вот галеки плюс Дропшип что-то сделать. Но тут уже, смотрите, 3 танка, 3 голиафа. Это 1-0 в пользу ауэрплея. Очевидно, здесь не будет, не будет, не отбиться Бубе. Он там третий ЦЦ уставит уже. Вот он Дропом на мейн залетать пытается. Ну Дроп на мейн это хорошо. Но танчиков здесь нет. Понимаете, без танчиков тяжко будет отбить. Здесь все. Буб принимает решение развернуться домой, вернуться сюда на ворону. Но сбитит сколько здесь мюнита. Здесь просто немерено вообще. Пытается с КСМ-ами выйти, но нет, здесь печаль. Да, здесь все. Пытается с КСМ-ами. Так, здесь еще пачка вольтур танков выезжает. Пока Буб не сдается, но если б он Та не подрался с танчиками, дождался одного Дроп, чтобы второго можно просто контр-дроп сюда было сделать 8 Галиков и убить, например. Там нет ничего бесплатного. Нужно так сказать в карферском. Там все, функция обрезана, чтобы там было полноценное. Все, надо покупать какую-то там это отдельно. Все, короче. Так, приходит Ауфлей. Танчики в Сич. Глупа летит наверх, дропаться галиками. Да, галики летят сюда. Ну, дропнулся, но сзади еще один танчик есть. Отсюда галики зашли, подрались. Здесь танки были без прикрытия. И, видите, еще эти Голиафы прикрывают. Вот что плохо. Битва идет не на жизнь, а на смерть. Г-гэ, слышит Буба. Там еще и Вычинка, по-моему, есть. Оф, бэ. Так, а диван будет убрать дырство. Что, и капом вообще. Ну что, вторая карта нам нужна. Так, меня дропнул из батлнета, чертова. Че за херня-то. Че за херня-то. Че за херня-то. Опа, рекламку раньше времени я пильнул, извините, ребят. Так, игру просят стрим к турниру привязать. Где там турнир-то? Привязал стрим. Сейчас добавлю настройки чата. Привязал стрим. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Или, поэтому еще 0 0 Потому что туда данtım Жесточный Так, на самом деле Приходит... Пытается young назвать шоссе ху первую КСМ ку убил Аauэрплей стала бункер запилить Нужен нервный мари Я сам полюбал все вообще делает. Здесь еще Марик выходит. Нужна ультурка была бы, но теперь уже она никуда не успеет прийти. Здесь начала ЦЦХа добываться. Факта только заказана. На лабу, да, быстрее на факту, соответственно. Ну, в ЦЦХу выходить самому. Либо в ЦЦХу плюс танчики потом кушать пытаться, я не знаю. Ну, ультура я не вижу смысла даже. Внутрь прорыва... Опа! А это куда поехал? Ну, хорошо, разведку прям притек сейчас, Губа. Не достает, да. Бункер до вультура, вультура до рабочего не доставала. Да нет, чтобы топ-3 стать, надо не год играть. Нужен просто буткэмп у андроида на даче, блин. Ну, ладно, или хотя бы не у андроида. Нужно просто сесть нам всем, как бы, хопа, и... начать задрачивать, готовить билды, смотреть, кто как играет. Там, ну, при таком подходе можно вот этих-то евро всех нагнуть быстро, на самом деле, мне кажется. с корейцами этого не прокастить. Потому что они и так все время делают, как буткэмп играя там уровень другой совершенно игры. Вы видели сегодня, что флэш делал. там просто нереально. Баф и танчик. Минус добивать надо, 3 хп осталось. Ну как упустил, ну ёпара са... Э, танк упустил! Один выстрел в ультурой было, буба! Что творишь? Сейчас еще танк мог получить дэмэджа. Здесь уже два танка есть. Сич есть, похоже, что и сич есть, да. Баракул где-то далеко стоит, наимечко назад отойти. Проиграл дуэль здесь буба танчиком еще. Ну как-то пока что не проигрывает в целом, что цепу занял сам, но на самом деле упустил момент. Если бы сейчас буба, соответственно, выбил бы... Опа! Если бы, соответственно, буба сейчас вот этот танчик забрал бы, вот, одним выстрелом 3 хп бы сбил бы, то совершенно другая ситуация была. Здесь бы был один танк в какой-то момент, и можно было бы пушить жестче. В итоге Ауэрплей здесь отколупался, надо попытаться куда-то там съесть! Нам, блядь, ты емано. У меня нет дачи. Купим-ка мне дачу. Тогда будем что-то там делать. А что-то такую, как у андроида была. Купить надо долго. Походу... Не иначе как... Плазмая эта история, и как-то заболеваю ее, как его уже звали, пчела этого, с которого выпили лета. Отплак, точно, вот. Галлика, минки тут разводят. Да на Ауэрплей такой, на самом деле, игрок мощный, он много тренится, походу. Смотри, у него в плане контроля все достаточно четко просто. Он минки переконтроливает, очень грамотно, я должен сказать. Минки выбивает прям на муэр. Пять танков уже, а у Гуго... Четыре танка, точнее. У Гуго тут культура одни. Так, все мин оставят. Надо барак отвезти, бурить, чтобы он его зря отдаёт, мне кажется. Так, 68, 69, лимиты близки. Здесь покачественнее лимит, здесь танков больше. У Гуго в основном культура в миксе. Блин, он как Тауэрплей танки в Гуго выбивает, и... Минки не долетят при таком раскладе, понимаете, в чем прикол. Как-то у Гуго все едет на точке сбора. Фактура к 6 уже, но... Надо, да, к минкам подойти, прикрыть все это дело. Нужны сканы постоянные, можно потерять все вообще как выглядит. Что такое происходит-то, я не понимаю. Сейчас в Гуго развалится два танчика, а там просто пачка такая. Вот пошел Лорбейт вперед, все, минки выбила, дальше что? Продолжается движение вперед. Не, ну тут Буба выдержал. Ходил к Роксу, ну вот Кэн, да, на самом деле, я не знаю, что там у Лореров, у Ангроидов все норм было, но это был 8-й год, поэтому о чем разговор там еще сейчас? 9 лет прошло. Главное, не какая там хата, а как процесс самостроен. Так, сейчас 4 танка у Буба здесь минки ставят спереди. Минки отвлекают, неплохо взрыв под танком. Не, ну сейчас размена еще более-менее нормальная для Буба прошел. Но все равно Оверплей вперед умудряется двигаться при этом раскладе. Нужно объезжать ультурами, видимо, с другой стороны, чтобы бой пытаются сделать. Ауэрплейк сначала не заметил, но потом на перехват пошел. Здесь треть ССС, кстати говоря. плюс 2 танчика есть. Минки спереди с танчиков ставят со стороны. Они важны, чтобы в наглую не пройти все было. Но все равно в наглую идет с Ауэрплейк. Ультур возвращает. Попробуй верни. Сзади может, кстати, заминировать получится, приехать. Не знаю, вот здесь мин это есть еще. Ё-моё, пока те приехали, спереди уже погибли все. Минки все падают. Не получается все нормально заминировать. Вольф, мин надо было ставить. Здесь скан идет, Губа. Засиджил танчик свой. Да. 62-85 полимет он. Такое напряженное ТВТ. Я считаю, что Ауэрплей просто скопил стек танков и вот это в итоге все зарешало. Губа не получилось этот стек скопить, как бы, потому что он постоянно отдавался. Ну и зарешал тот эпизод, опять же, кого Туро-танк не давило. У нас стрима хаки. Сынского стрима хаки. Steven stem обегая Абуба пишет. Оуэрплей против. Dior будет у нас пах. Будем смотреть зад если здесь ну-ка можно маму на протягу дали вот она здесь живет тут бруд вару с 1 ты чуть не понял я же был мэру а я же перезашел точно такс Продолжение следует... 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 Третий гейт Ну, с другой стороны, зато опсы будет Блин, газа на арбитров Пока не будет хватать Здесь был лучше заказчивать Здесь проход оставался Здесь минка, третий нексту не заказал Без третьего нексту просто печально Как-то все это выглядит, если честно Так, до аркома догнал Решил тиран тут выбить спилон Не, дружочек, выбить не получится Без академии, ничего Просто бы могло все делать то же самое Но с третьим некстом уже Но его нет Решил нарастить продакшн С другой стороны, против тирана, который без третьего цеха Есть вероятность, что он выход какой-то сделает Например, да, там с двух баз Я сам раньше, когда играл, я люблю Ну, то есть, вижу, что тирана третьего цеха Нет, например, может быть выход, да Просто, а в арбитра ты выходишь Вложился в технологии, получается Просто в двух баз делаешь 6 гейтов Там, в данном случае, 5, как бы А арбитра ножки зилкам по ораньше Потом уже в третий некстус выходишь Как вариант Минка Так, ударила Да, ударила, короче Минка все-таки под Рагуну Я думал, не ударит Не понял, вроде они среагировали Ну, близко слишком Мина была В финале, по идее, должен быть зерк с верхней части сетки То есть, точно зеркалки не будет Все это либо ТВЗ будет в финале Либо ПВЗ Если Деволт выиграет Если Ауртплей, то понятно, что ТВЗ Так, Дарк режет танчик Уходит Дарк в бок Правильно-правильно Не надо отдавать его Лучше его в неожиданный момент Просят вперед Вот сейчас А почему бы и нет Так, ой он тут Да, вот, походите Дайте я вот порублю маленько Начинает танчик рубить Почти зарубил Один танк Дарком Деволт Я так понимаю Скорости Зила там еще нет Вот от каких я выходах говорил, блин А не было пробу Было больше юнитов И что, минок-то здесь нет Вот сейчас бы без дроба пофиг бы, блин Пошел бы и, я не знаю Сейчас Зилками со скоростью Нормально, может, все сделать будет Загрузился в шаттл Зилки Надо лететь, бомбить Пока туреток нет А что-то не летит вообще Сейчас два танка можно взорвать Не понял Один взорвал Рано-рано надо ждать КД танком Рано дропнул Ультурки стреливали То есть, как я о чем говорю Первого Зилка дропнул Танки стрельнули Надо, чтобы точно у них откатилось Как бы выстрел И да, можно дропаться Что-то тут ауэрплей пришел В Деволту прям Насел сейчас Лимитка еще у Деволту больше Но когда тиран так В стационарной позиции Тебя начинает атаковать С туретками плюсом еще Это печаль, по-моему Прилетает арбитр Ну так а что Сейчас туретка доделается И все Надо минки взрывать Дилотами Так, туретку надо бы сбить Танечка пару вроде как выбил Дилоты все еще без скорости Батрайя часть идет вперед Но это разминирование идет Активное такое С Трандиолта 9876 Блин, зажали, зажали Гейтов 7 Продакшн неплохой Но Вот если бы сейчас По... Ну хоть чуть бы тирана сдержал Рекол бы, блин, сделать бы Один контр-рекол И все Тиран лишается мейна И всего лишается И будет размен неплохой Ну и на рекол Я не знаю Может и Грейда нет И энергии 150 Надо на рекол Похоже, ребята Один ауэрплей Один ноль Хотя пошел Дилот Нападать Ну вы видите Двух базовый выход Я вот то, о чем говорил Вот реально Робо здесь задержало Развищение сильное Я уже начал даже Вникать Старая вспоминаю Что сам делал Что играл То есть Если ты хочешь Таких ранних дарвов Играть без дропа То есть Их задача Законтролить И Пока у тирана нет Вультурок Он там сидит То есть Он тебя не заминирует Наглухо Надо играть без роба В поздние роба То есть Третий никсус И В раннее Скоро Зилотом И В раннего В раннего Арбитера Это как вариант Тогда Если Арбитер бы раньше А он мог бы быть раньше Сделал Допустим Сделай ему стазис Ну если не надо Бой со стазисом Принимать А в такой ситуации Ну поставил ты стазис Но Просто Тиран Точнее стационарный Очень сильный Как бы Да А Так Погодите-ка Прыгаю вниз Короче А Ну вот Если бы Пораньше Все было Может быть И на реколы Можно было Развести Размен Пойти Просто Если рекол Сделать Тирану Выбиваешь Ццехи Как бы Выбиваешь В них Пристройки У него скана нет Он на мейн Уже не зайдет Никак Так Супер Отдаление Ауэрплей Какой-то Зелененький Диволт Диволт у нас Желтый Что-ли Да Желтый Брос Но это Эксклюзивная Вот эта Приновина Я не знаю Можно мне ее Снять Или наверное Это игроки Сами снимают То есть Диволт Один Ведолт Эксклюзивная Фас Т nonprofit Эксклюзивная 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 С Devi 198 Так, я никуда не ушёл, но я стримлю первый, Старкрафт и второй, так и раньше было. А здесь свой турнир, это я вообще Кириллу предложил Росбрейну делать турнир этот, но, как оказалось, у него у самого была идея, как ремастерить выйдет, запереть прям целую серию турниров. Я-то думал, какой-нибудь один может сделать такой для наших, для всех, как бы. Ну, а запилили целую сезонами, там, с финалами месяца и т.д., как бы, ну, норм такой турник. Ну, а в итоге подключились Юра, Бзик, как бы. Ну, понятно, что Женя, как бы, стримить собирался тоже. Я никогда не против, чтобы людей больше стримило, например. Вот. Поэтому, что это очевидно было. Друг, если вы прилетите, ты куда он там прилетит? Поставил, пилон, пилон, вот себе и все, контр-дролл. Просто у тебя, драк, дарк стоит вот перед чужой базой, ты видишь, что ничего не выходит. Ну, там, три драгона на мэйне поставил, блин, два драгона здесь, там, все, ну, или три по три, все. Два по три, точнее. Тоже, культура не зайдут точно. Это надо, ну, тут уровень нужной игры, конечно, просто нужно все это отрабатывать очень хорошо. Короче, такие билды в дарков по земле, они, ну, в робо, если ты играешь в робо, тогда нужно просто, наверное, играть было в третий нексус ранее, намного более. У арк-сервера и, то есть, двух бараков отстроить драгунов побольше, там, штучек шесть-восемь, и потом уже, как бы, третий нексус закинуть туда юнитов, заказать там скорость зилы, там, и выйти в шесть гитов просто, и вот, пытаться тирана словить именно в центре где-то вообще. Так, Light.ru. Ну, первый StarCraft тоже, как бы, там были периоды, когда я тренился, нормально не тренился. В районе 2006-2007 года Лёха вообще PvP не умел играть, как бы, там, ну, поэтому выигрывал я постоянно, как бы, потом научился. В какой-то момент Вайтера вообще даже PvP не играл, Ray Speakers там занимался, потом у него PvP усиливается очень, он Сторка даже, но он себе выигрывал, ну, вот. У меня PvP всегда норм было в первом StarCraft, но... И, ну, там был период где-то в районе 2007-го года, я вообще PvP не играл, потом вот к 2008-му опять начали трениться, там, вуткэмп, вуткэмп, вуткэмп... Ну, короче, не было у нас, как в Корее, никогда, чтобы постоянно там были вуткэмпы, все тренились, вообще, как бы... Первый StarCraft, он, как-то, даже тогда, когда еще второго не было, то есть был в WarCraft, он, ну, все турниры по WarCraft практически были, по первому StarCraft, получается, были, ну, как бы, в СНГ тоже, ну, раз уж до ВЦГ и ПуАС не всегда. Поэтому и готовились к турнирам, в основном. Тем не менее, как бы, этого... Ну, как, не всегда только к турнирам играли и так, тем не менее, этого хватало, как бы, да, что... Чтобы, как бы, топовыми, не корейскими игроками СНГшникам быть. Вот, ну, вообще, как бы, я хочу сказать, что, если бы, конечно, такой интернет, как сейчас было, турниры, возможности онлайн проведения, как сейчас, конечно, на другом уровне играли, другое отношение тогда было бы совершенно... Так, здесь какая-то необычная прям тема идет. Заезд такой, о, 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 о. Сейчас Ди-Вул Драгонами расколупаются, просто домой пора уже ехать, там 6 Драгонов, здесь 2 танка, просто 2, 2 танка можно отдать. Так, а куда ты там объедешь, что-то? Ты хоть что делай, хоть объезжай, хоть облетай Вот здесь стенку сделал, драгунов поставил, здесь пару драгун Но самая главная задача, чтобы просто тебе на мэн не прилетели в Ульдур У тебя ничего не было, они прямо здесь не заминировали Драгуны стоят, они с ними разменяются, пусть сдохнут Главное, чтобы минеральную линию отбилось А там уже по обстоятельствам Если брать самый корейский уровень Как раньше был, а да, там понятно, что всякое Там уже вообще от билда не так зависит Если пока минус, а там старого я имею в виду рейтинга Там уже понятно, что Не всегда в кате Так, встретится цешечка у арблэя, посмотри Так, ну третью, понятно, сейчас арблэя занимает Сейчас что, сейчас просто стационарного тирана вообще никуда не надо Его задача просто сейчас перелететь со цехой на минералонли Начать добычу, заказать сначала плюс четыре факты Потом до восьми где-то с фактурок догнать Массис сделать армолит, ангрейды начать делать Все будет просто прекрасно Так, туреточка пошла Бункер здесь на танчиках есть Все везде прикрыто Минками, туретками ЦЦ-ка летит КСН-ки с Мэйн Наберутся часть Получается, да? Ну и факторки пошли Для чтобы экономить пространство Плотную можно их стоять Здесь еще две плотные Все Только между... Здесь разрыв есть, не знаю Но если есть, то он минимальный, как бы Все правильно делает Диволл Четвертый Нексус у него пошел на шести часах Надо обгонять, быть на шажочек Впереди по базам с тираном Видите, Гейта-3 пока, то есть пока стационарно пассивный Тиран тоже уходит Вот опять и арбитры ранее достаточно Да, и Боржа работает Так, минералон для норм уже добывается 7 минералин здесь Здесь нам и раз, два, три, четыре, пять, 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 четыре, десять Девять Видите? Во втором Старкрафта по-другому немножечко Здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь Двигайте, семь Есть карты, где на второй восемь На Мэйне девять минералин, да? Там на третьей семь, например, на Мэйне hvorлоном может быть Здесь у нас, как бы, на этой восемь, на эту семь На Мэйне девять, как бы, получается Но мейн всегда, то есть респа Это выгодно брать тут 9 минеральных кучек По сравнению с семью на второй базе Конечно, это и добыча быстрее И больше там минералов в целом Ну и посмотрите, вот просто Диволт занял 6 часов и просто А где, погодите, я сам проморгал Все, извиняюсь, но Я не понимаю, как Диволт-то проморгал То есть у него просто Сейчас были драгуны, они где-то здесь Куковали, выход не был замечен А в север, я не знаю, если здесь Висел Чуди Волт, не увидел выход Вообще без понятия я Нас здесь сразу нету ставить, просто, наверное, тогда Это уже вообще смысла нет Отбивать. Катеран может сейчас Просто сюда Вольтурок еще подводить К Татсу здесь, дальше засиджить Хотя драгуны Вольтурок там Пресекают по дотеканию Но Так, кстати, там третья вообще не прикрыта Между прочим Так, и Волт идет отогонять танчики Потому что он понимает, что опасно пускать Их сюда Вараков работает Девять штучек уже, это много Но дело-то без... Почему ножки-то такие пузные? Понятно, ущерд никто не хотел Арбитром их делать, но Здесь есть... Так, идет вперед Это стандартная практика, кстати Если тиран не кидает скан, можно что-то сделать Просто танки весь стоят и нет Туреток берет сделка, особенно с ножками И под арбитром его в танки заводишь И он начинает наваливать там нормально Все, скорость сделка готова Драгоны сзади, драгоны с этой стороны Нет, здесь Деволт иди отобьется Хорошая очень атака с его стороны произошла Вы видите, все здесь расковыряли пацаны Ну и Некстус, как я и говорил, здесь он ставит, собственно, на 9 часах Все правильно сделал, что называется Паржа работает, дрэпи делаются Дополнительные плюсы и он Софтой блок словил Кадакшн большой, но проморгал Репульку Как так-то не должно так было проехать И фотонки нет Была бы хоть одна фотонка Побольше бы было пробок своих Тех, керам взорвал За этим первым старшат всегда надо следить А это не просто Следить за этим всем делом Ну и здесь попробуем Мейнат бей, ну все, все, преимущество Да и преимущество Оно было после того, как отбил, в принципе, вот этих юнитов, да Здесь занимал базы, в принципе, сейчас Деволты Просто надо было не терять рабочих Но с другой стороны Некстуса 4 штуки Здесь пробок 2 штуки послал Заказал, как бы еще Здесь заказал, здесь на всех базах просто заказал И перевел, то есть Отсюда перевел часть сюда Отсюда часть туда перевел Как бы распределил И просто на всех базах подстраиваешь Это почему важно? Не как второй старшат в точку сбора со всех поставил Здание и все Здесь здание в control не выбрать То есть проще Сейчас распределить поровну на разные базы И потом на все добавить То есть здесь настроил точку сбора Сюда хопа, вышли там 3 Сюда вернулся, 3 направил Ну если успеваешь и по одному направлять Буночка его Туда направил Опять выход со стороны тирана идет Что-то Тауэрплей какой-то агрессивный Даже не имеет 6 факторов Как видите, что-то мастится Вот вперед Уместо Диолка больше Я вот здесь уже Диолка То идет вперед Начинается заморозка Начинается стайлик Три танчика нет В бою вообще Гургуры взорвали Здесь все тоже взрывается Ну и все Надо вот эти 3 танка забрать Куда там дальше побежать Они без потерь будут уничтожены Просто Потому что юниты невидимые Все сканят В смысле не вижу Залпы убьют вообще Привет всем Айфсон иллюжин Привет всем на твиче Пацаны Короче После данного турнира Ну мы до конца его достримим 15-0 Комскорикап Вообще начинается Ну чуть-чуть задержимся На Комскорикап Уж здесь уже финал Скоро будет Вот Короче Сучем Комскорикап Каясь второй турнира Будут стримить А твиче урожать Если кто-то смотреть Могут гейм Идите потом Так Пришел братан К танчику Разобрался Сюда Офигел Диолик Кауэлплей Пошел танчик Нагло Одним напрягать Танчику Тут я не понапрягал Здесь вультура Здесь две фотонки Две фотонки И всё неEM Так Сейчас взрыв Бабаааааааааааааааааааааааааааuren Аллак Бабах Ладно Шутки не будем такие шутить Эхэн Ну адис总 AJ Мне нравится эта роль зелковки в первом Старграфте, они реально зелопер, фанатик просто, просто фанатик, приверженец, он бежит им, ему насрать, короче, он мины взорвёт всех херам собачьих, мины не мины, и с рук будет лепить, и минами чужими взрывать самих же тиранов, зергов порежет всех с плюс один лингов, такой он, пацан. Так, с дефа пытается его забрать, а надо вообще с дефа прям забирать, да, неплохо за стазисом, так, хорошие мины со стороны тирана, драгунцов заминировал здесь он, оппонент к своему, здесь 6 забывает, здесь 10, короче, у тирана просто всё нормально, потомка кривющая на самом деле, Минералы там уезжают. ГГ написал, ауэрплей, 1-1, третья карта нужна, нам. Что-то создал там, ауэрплей, файтинг спирит, кажется, это, да, а нет, питон, как же я не люблю этот питон, чёртов, но он крутой вообще. Да. Ауэрплей, файтинг спирит. Ауэрплей. 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 ГОВОРИТ. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Так, что-то случилось. Другой вход, да. Хорошо, что я догадался. Это отлично. Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Казахстан! Добро пожаловать в 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 Казахстан! Так, ну что же, ребят, социальщик у вышел у нас, получается, ауэрплейт с цеху первого он играл, очень ранее. Здесь не только-только стоят, естественно, с дальностью Бродс при этом раскладе будет напрягать тирана. Вот разведку надо бы пресечь сейчас. Бродс при этом раскладе будет напрягать тирана. Так, поперла руба. Кстати, еще кто-то 1-1, надо поменять. Даже мамку нечего. Ну, учитывая, как Кирилл забанил чела какого-то на 10 лет, я не знаю, что он там стрим смотрел или нет, короче, вот. Ну, с мамками поаккуратнее надо. Мы сошлись на том, что надо предупреждение дать и на следующие отборочные забанить-ка его. Ну, а в целом, ну, чтобы просто при рецидиве будет жестче, там, пусть Кирилл решает. Там, или кто-нибудь что-нибудь решает, не знаю. А почему бы их решать? А то, блин, как сетку навеска сделаем, потом кто-нибудь недоволен будет. Ну, или все вместе что-нибудь решили. Ну, может, не надо так, на самом деле. Поливай просто, без ГГ, там, что хочешь делай, но... Переборка. Первый StarCraft у нас эталон. Так, идет выпуск, кстати. Пытается делал здесь тратить. Удар по-своему Драгону, что ли, не понял, дал, где его дает. Похоже, что да, вот тут отцепил их двоих. Ну, подумал, как бывает. Тут на кучу-то, отцепляю от своих. Да. Ну, Минку пусти, ты что? Нужны какие-то юниты, блин, просто. На Минке сейчас взорвать, сейчас как можно, Минка, бабах! Нахрен все угрывает. Ну, как все, ничего, он угрывает. Прилетел Ривер, а вот это уже другое разговор. Так говорится. Блин, ну Ривер-то погибнуть сейчас может. Драгона забирай, братюня! Аккуратнее надо быть. Ну, отбился, отбился, в общем-то, Диолт. Но, самое прикол, что у пуша тут этой темы не с одной базы, а с двух. А с двух баз это с трех. Если просто экономику сейчас потеряет, это вообще провал. Надо вниз лететь, танк-то один засиджен. А-а-а, Ривер 5 КП, да. Очень тяжело. О-оп! Наверх, ульфуря заезжают. Ривер взрывается на 5 КП. Здесь все тиран винирует. Блин, как же опасно эти пуши. Вот, вот. Здесь не доконтролил Диолт, в моем мнении. Ну, похоже, что минус Диолт. ВП, он пишет, это 2-1. Польза Орхвэй, Орхвэй реально крут, смотри. Он так стабильно, он все время до финала доходит почти. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, что-то не видно в чате. Надо быстрее начинать, что скоро HomeStory уже будет. Текст. Не видно труты, но... Сейчас пишу. Субтитры сделал DimaTorzok А трута ЦЗ, это же поляк вроде, да, или как он? Как, откуда он? Кто мне скажет? А он поляк, вот, смотри, букет турнир вообще. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, поехали, ребята. Это бо 3? Финальчик? Да не, успеем, да. Я думаю, базарить много на HomeStory тоже не будет сегодня до конца гейминг, поэтому там матчи-то играть немало. Там 4... 4 бо 5 и бо 7, так-то. А это много. Два ЗВЗ, правда, из них. То есть ЗВЗ, наверное... Я что-то не понял. А почему час еще стоит до матчи? Я смотрел же, все, 15-0-0 все было. Так, здесь написано 8 минут, 15-0-0... А, видимо, здесь какая-то несовпадуха, что ли, идет. Я еще не понимаю. Ребят, 15-0-0 матч через час стоят, а здесь 8 минут до начала на... На этом Team Liquid. Наверное, как-то на Team Liquid криво отображается. 14 сет. Так и вчера в 14-10 сет начиналось. Но все равно началось-то в 3. С сетом у нас 2 часа разница. Вчера в 3 начиналось, на самом деле. Я ничего не понимаю, если честно. А, 13 сет начиналось, а сегодня 14. Я просто... А что так поздно начинают? Я ничего не понимаю. Придется покатать и в пенчик, походу, делать. Даже чуть-чуть. Хотя тут еще финал может затянется. Я думаю, долгим. Сверхдолгим он каким-то не будет, скорее всего. Ну что, ребята, у нас карта первая получается. Этот, как его... Circuit Breaker. На 11 часа... На часе дня, простите, трута. Поляк... Зерк. Беленький. Оранжевый ауэрплей. Русский игрок, казахстанский, гражданством. У нас на 5 часах появляется. Ну, играет в депуху в барак, во вторую депуху в цецеху, видимо. Так, а еще он... КСМ-ку увидел, похоже. Да, вот она ездит, видит все прекрасно. У нас зерк. Ауэрплей заезжает, видит, что зерка здесь находится, как вы видите. Видит безгазовый пул, хату пока чуть не заметил он, по ходу дела. Ну и цецех пошла. Вчера выиграл, а где вчера он выиграл его? Яйцо Это просто яйцо Просто у него 10 брони Так же, как и у личинки Чирик Во втором Старкрафте у личинки 10 в хате, по-моему, тоже не буду Урать, вообще-то очень не помню Смотрите-ка, агрессивный опенинг От поляка, 8 собак 10 собак А, еще линги строятся Подгрызалите будет Но без скорости не вариант подгрызалите устраивать Здесь пару рабочих оставить Будет еще тяжелее Заходят линги Марики нормально встречают Скорости еще Есть скорости? Нет, скорости-то нет до сих пор Что самое интересное Так, СМ-ки встали сюда Поближе к Рампе Часть уехала на мейн добывать Только-только Академия Без Академии нельзя добавить Чего? Сами знаете, что Перестраховочного Огневичка нельзя добавить Оооо, так это Оллайн почти что Если тиран такую тему отбивает То у него все нормально становится Но надо Крампи собак Так, СМ-ок Крампи подводить Надо очень вовремя Делать этот ауфлейт Имиду подвел Рабочих Крампи Бункер имеет смысл Вычинить Но собаки Его сгрызли Так, вот Огневики-то Вот Академия есть, два огневяка, все будет проще намного Собаки со скоростью врыв делаю, дайаймарики под ударом, надо рабочих на минерал-боке здесь попытаться допустить Не успевает огневяков поставить, полная печаль вообще Полная печаль, 1-0 в пользу зерга, ребята, отмазывают А даже и не строил огневяков, что самое интересное, оффлэйт, почему зерга? Сгрызали эти прокативы, оно имело место быть всегда, но тут В первом StarCraft все так деревянно на рампе тупор летит, но поставил двух огневяков, все там нафиг Особенно рабочие спереди будут вообще Ну что, прыгаем вниз Кто-то спорит, не понял, не понял, кто там срач начал? Что, пацаны? Это игроки типа, получается, смачали там Так, рекламку пильну, сейчас всем привет, пацаны Ёма пильнул раньше времени, я извиняюсь, я что-то не контролю этот момент Помните про поддержку, скучайте одлоки Подписывайтесь на премьер, поддерживайте мою канал, по возможности вообще Вот Я извиняюсь, это я, да, я про задержку забыл Сейчас пойдет, сейчас пройдет она Тут гаганчик как раз был Все, пацаны, это мой косяк, я признаю Я эту кнопку нажал Буду смотреть, чтобы матч кончится в следующий раз Ну, в общем, там сгрызалити было Да и все, на ютубе будет выложено, не волнуйся Так Так Fighting Spirit у нас, карта вторая Получается Поменяли с респами Трутат теперь на пяти, на части Аурплей Ну, здесь Так, здесь опять хата будет Похоже Так Так Пошла хата Так 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 Ну что, хата первая, Газпул дома. Может опять какая-нибудь такая с лингами агрессия даже приключится, мне кажется. Газ забывать начинает, зерк. Так, ну тут бункерить пытается. Смотрите-ка, тиран. Приходит Марик, неужели пройдет внутрь? Да, смотрите-ка, проходит и сейчас сядет в бункер, ауэрплей садится в бункер. Ответочка за собачек-то проходит, хорошая. Ну второму не сесть, пацану. Окружают его плевательские дроны эти. Минусуют. Ну даже один Маринос уже напряг. То есть не добывается хата, ну тут собаки его и отобьются с дронами в итоге. Ну здесь-то выход в СЦ уйдет, поэтому все прекрасно, в принципе. Бункер Депуха заказан. Здесь СЦ вычинятся друг друга. При этом все, можно здесь ими встать, просто с этой стороны будут не зайти. Может только сверху куда-то пойти и здесь. Ну а здесь уже все прикрыто тоже. Лэйр пошел. Что, Зерк на одном Марике будет отдавать хату, что ли? Счет у нас 1-0 в пользу поляка. А я мастер счета, у меня 1-1 уже стоит. Вот так вот. Счет у нас будет выглядеть. Не знаю, что Мариков-то не засадят, а выходит. Там что, полный бункер уже нет? Не полный точно вообще. Убивают здесь в итоге. Бедняга. Он много сделал для тирановского доминиона, но... Прострелил хату наполовину. Убил лингового. Еще что-то там... Сделал, возможно, но... Сгрызли вообще. Здесь у нас инженер, что до эпохи академия добавляется. Можно он без всего посмотреть. Нет, выходить мы не будем. Вот у нас здания все здесь стоят. А так видно лучше, кстати. Тут можно к Зерку прилететь. Но лучше с карты, да, все это делать. Потому что по карте можно быстро переходить. Каева туда и сюда. Ну, сейчас продакшн панели мы вернем. Здесь шпиль, посмотрите, делается. Стандартно. Шпиль ранний вообще. Будет выход-то делать. Да, должен выход делать. Ауархвей, потому что... Надо напрягать, надо заставлять зерга пушки строить. Пошел с одним огневиком вперед. Туретки обязательно сейчас. Здесь пару. Здесь пока по одной можно с двух баз ставить. Ну, вообще, как бы лучше по паре. Здесь, здесь, на второй базе. Туретка заказана. Странно, что сидит ни вперед, ни... Оооо, это быстрый хайп. То есть не просто мута. Это гварды, получается. Очень ранние двухбазовые гварды, что ли. Или двухбазовые. Может быть, даже у дефайлеров. Ну, скорее всего... Ну, тут у дефайлеров не хватит ресурсов. Скорее всего, задача захарасить вот этой мутой. А потом в гвардог еще выйти. Из нее же. Да, конечно, мутерплюс. Одним кранжу дает. Пошел хайп, сразу же. Странно, что оверплей здесь стоит. Ему бы взять все био, как бы... Он мог бы, как мне кажется, выйти вообще. По руку и убить. Позно среагировался. Повремя среагировал. У муталиска точно одного бы забрал. А может быть, даже не одного бы. Марио, эти медики чё-то био бросили своих этих пацанов. Ладно, ушли. Надо отступить. Ё-моё, на муне сливают. В таких ситуациях отступать мариками, там за залп убивать, проще, на самом деле, через оклик топить в пол. Они не думают, что убьют. Хоть собак по земле и то засебают. Почти хайф готов. Я ремастер покупал или нет? Так, кто вообще, кого-то спрашиваешь на твиче. Я-то, естественно, покупал. Своровать не получится. Так, ну пора с мутой продолжается. Марик подождает. Не понимаю, чё тут... А, факторка-то какая поздняя. Ой, тут придётся на мариках очень долго биться. Плюс один делается. Это хорошо. Придётся долго на мариках биться. А марики против гвардов, но это печаль какая-то. Ага, ага. Хайф готов. Третья хат в гейте Гидро. А чё происходит-то? Хайф готов. Ни Грейтер Спайра, ни Дефайлера. Видимо, решил Люру всё-таки, так как Резк ему тиран не убивает. И Резк занял. Решил сделать Люру Нидус и потом уже все технологии. Наверное, я не знаю, что Резк решил. Так, ну двух муталисков на халяву, попчики, здесь Аурплей убил. Надо идти к Резку сейчас просто, да, выбивать Резк, если получится увидеть... Есть одна пушка вообще, здесь в любом направлении. Придите, рано, убьёшь нафиг вообще всего-то. Вот дэмиджные марики сзади шли. Только два сюда пришли. А это что? Это печаль, правильно? Ну, хата упадёт, скорее всего. Вот Грейтер Спайр подъехал. Зачем гидердентом? Я вообще не понимаю. Всё, кстати, пока и брудов не запилить будет, потому что Грейтер Спайр подъехал сейчас, а... Так, говори, у тирана. Так, минус муталис. Сюда надо Мариков концентрировать и пачкой стараться именно не через пола а окликок запилить, а муталисков прокликать. Они могут разных бить, а как одного стабильно забирают, он регенит. Забивай же. Всё-таки резкую. Надо было прирост выводить, наверное, пытаться мут. Это видно сзади. Опа, а вот это интересно уже. Кажется, понял у нас ауэрплей, что делает. Я не знаю, видел ли он Грейтер Спайр, но решение интересно. Вообще, против брудов, конечно, эффективнее у нас в райты с инвизом. Но против муталисков и брудов био плюс валькирии это вообще замечательно. Муту можно закрошить будет валькирии, кем сейчас скоржей-то нет. А гвардов тоже с помощью био плюс валькирии убить. В принципе, они их не быстро убивают, но убьют. Убьют. Четыре валькирии это уже сила. Эти арморы есть. Да, делается грейд, видимо, на атаку. Опа. Прилетают валькирии. Так же они поливают царски, а? Четыре штучки. Здесь био пошло вперед. Заливает просто дай бог здоровья валькириям. Муталисков они. Здесь гварды куда-то полетели. Главное, они полетели. Это нужны скоржи. Скоржи. Четыре валькирии за контрят легкую. Так, гварды падают. Просто привет. Просто привет. Так, ядра пошла сразу же минус. Бойверы тоже заблудились куда-то полетели. Блин, как мне нравится. Мне нравится анимация атаки. Наверное, многие со мной согласятся, что валькирии анимация в первом старкрафте это просто прекрасно, как она стреляет. Я не знаю, почему бы второй старкрафт такие не переносили темы, а говно вот анимешная какую-то хрень сделала. То редко как стреляет. Намного лучше, чем во втором в первом. Как бы хоть ракета на ракету похожа и она по размеру не как какая-то блин, там трубище как С-125 или С-75 советская такая старая 50-х годов как современная ракеточка такая небольшая. Так, есть один этот. Ой-ой-ой, один. Одну валькиру забрал. Был один тут этот кара, этот Деворор был один. Моряки возвращаются назад. Здесь еще гвардии делаются. В принципе, если сейчас ауэрплей с двух сторон мариками плюс валькирия здесь все отбивает, то у него все норм станет вообще. А он отобьет здесь гвардов мало. Люры вообще нет, то есть одна гидра как бы. Сканет ауэрплей, надо с двух сторон биться. Не синхронно, не синхронно. Плохо, что Зерк погнал. Так, все пошло. Атака, валькирия вперед не веди, братюня. Что ты делаешь-то? Все, валькирия с ним в план. В марику заходят. Хватит марику есть. В ядру пожег. Гвардов пожег. Здесь валькирии, да не надо на девореров раздавать, убедить их нафиг. Короче, этих валькирий всех гон отсюда. Кладу гварды. Здесь еще четыре гварда прилетело. Внутри на 50 полимит козу тирана. Вот еще био выходит. Надо играться. Ну, решил, что много здесь. Но четыре они не перевернут игру вообще. Гварды здесь одна атака у гидралов, одна броня воздушная всякие. Ну, мутарьский урал. Здесь 2-1 бил уже, поэтому все нужно. Сейчас облучалка пусть 75 энергий можно облучить. Гварда неважно вообще. Вот этих пацанов не хватало сильной дырку люфера, я имею вред. Сейчас они будут. просто облучение тут всего достаточно. Мариков может слетануть. Сплетит Мариков. Теряет одного всего. Множ 6, 38 это 1-1 похоже вообще. Так, нет, гидралисков облучать это уже шип какой-то. на матрицу автором соточка на матрицу есть. Люкеры будут. Одна у малика вперед матрица заслал. Бегет, трубка, пишет 1-1 ребята. Неплохо. Неплохо. Нужна третья карта, чтобы победителя определить какой будет холл. Сейчас посмотрим. У нас уже четвертый час. кстати говоря, пункт стори кап перенесли. Пункт кап Пункт стори кап перенесли. Пункт кап Не, карты повторять нельзя, это на турнире было. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Хатка первая со стороны зерга, но нашел он тиран овером, поэтому в разведку естественно не пойдет на питоне. Тоже 9 минералов на мейне находится, или 8, нет, 9. А на второй здесь базе, на второй 7, здесь вообще 6, ну вот на крайних на этих 8, то есть эта база получше такая, по минералам. Пул без газа в этот раз, тут сейчас макрохату мы видим уже РГИ. Так, видите, что это, закрыта эта панелька, и потом газ. Другого объяснения происходящему нет здесь. Обычно вот здесь эту макрохату ставят перед рамзой. И так оно и здесь, и ставят руку у нас в макрохат, и газ выказан. Так, смотри, кто с овера погонял, немножечко прогнал. Два барака! Я не знаю, видел Берг два барака или нет, но два барака это значит, что какая-то агрессия, возможно, со стороны тирана. Возможно, даже возьмет сейчас аурплей рабочих, несколько штучек, и пойдет вперед. Так. Счет 1-1, в предыдущий раз он правильно ставил, просто никнеймы местами поменялись. Да, смотрите, хитренько мариками обошел, их 6 штук. Рабочий, правда, один всего. Не надо его терять, отдавать. А что он нафиг, он наверху так пошел. Куда они идут-то все вообще, не понимаю. Так, собаки спускаются, попытка рабочих забрать идет. Ну, неплохо тиран зерга напрягает, но зерг закажет сейчас лингов, понимаете, как бы он отобьет, а те марики уже не жильцы. То есть лезть еще наверху рабочих, ну я не знаю. За газ, конечно, уйти, самое эффективное было бы. Что я сделал сейчас у нас, аурплей. Нормально, че, вот это уже напряг, 28-16, племя, это уже, просто 6 мариков пришло. Такие выходы всегда могли проходить, на самом деле, просто оппонент не строил. Скрытно вне vision over здесь по краешку выдвинулся, и все, зерга, опа. Ему уже по факту пришли сюда марики, он не смог их остановить. На, здесь уже стим, ооо, здесь еще походу дропчиком будет, ауэрплей здесь точку встать. Сейчас просто стим, 6 мариков, огневик, медик, например, дроп туда и вообще. Вот, вот это вот такой вот состав в одном медиваке и все. Ну, в смысле, не медиваке, конечно же, здесь это называется по-другому. Все это делали бы, вот так 5 мариков, 2 огневика, медик и все, собаками не отбить. Здесь называется дроп, чтобы у нас этот юнит. Так, огневичок на рамку вернуть. О, я чудом ушел. Табак пожгло нормально здесь все. Молодец, ауэрплей берет и вперед идет. Здесь только пристройка делается. Надо взять, да, как бы все, что есть. Сейчас выдвинусь вперед. Мариков плюс тоже делать рейншинкой вот. Здесь у нас вторая пушка делать, понимаем, что без пушки тяжко. Есть слейер, но нет ресурсов, чтобы спиль заказать. Или гидроден. Тебе все, что угодно в конце концов. Ну, пробивать две санки тоже, я думаю, не стоит здесь. Хотя, в принципе, если бы устальность была бы, то попытаться-то можно было. Но тут Мариков у нас сколько? 7, 3, нет, здесь 10 юнитов, все не надо пробивать, ничего. Надо стоять в лочке, просто передроп сейчас. Тут первые дропшипы, потом еще. Просто прилетаем сюда огневиков первыми дропаем. Вот, например, отсюда. А здесь снизу стоят пацаны на халдее, медикам. Просто делаем лифт наверх. Точнее, не медикам, а дропшипам. Перевозчикам своим. Да, вот все наверх улетело. Просто мягневиков с медиками первыми надо завести туда. Дропнуть. Дропаем огневика раз-два, собаками вообще не будет. Без шансов. Просто снимем огневиков в этой позиции и все убиваем. Даже не надо париться, боятся кого-то марика там пошли. Эээ, какой один марика-то? Вот, смотрите, что огневики делают с собаками. Хорошая урка, хорошая. Все четко по заветам буксера. Передропнул с краешку. Похоже на ггнщика-то, ребят. Тим, врыв. Теперь будет минусовать. Пока не минус будет. Собаки наломаются. Был бы огневик один в тёгг. Ну и так марика хватило. Здесь еще медик привез. Вадим, аутплей берет Турик очередной. Он постоянно финал был в самом первом турнире. Достойный оказался победы. Красавчик. Если не читер, так говорится. Но, блин, не читер, я уверен. Так. Все, пора тормозить. Топ-стар делать. Сейчас вернусь без задержки к вам. Мы, наверное, пару игр сыграем. Там во второй старик. Рандомчиком по фану. И уже начнется хом-сторикап, соответственно.